Hi everyone! Today is the 2nd of February and we start the new unit, the natural world, живой мир. And the topic of our lesson is nouns, art, существительные искусства. Итак, сегодня на уроке у нас с вами будет работа с новыми словами и также будет грамматическая тема. Поэтому слушайте внимательно и запоминайте, что необходимо будет делать. Итак, в первую очередь вам необходимо будет сделать вот этот квиз. Я вам скину аудио из упражнения номер 2, аудио 3.0.1. Прослушайте его внимательно и выполните квиз. Запишите правильные ответы по цифрке 1 и, например, и так далее. То есть очень быстро это все очень просто делаем. Далее. Вам необходимо выполнить упражнение номер 1. Здесь вам нужно дополнить таблицу словами из рамочки. В таблице у вас даны 4 столбика. Places, People, Work of Art, Events. Вам нужно дополнить, какие из этих слов будут подходить в какую колоночку. Ну или, может быть, какие-то из них, которые будут подходить в несколько колоночек, запишите. Далее. Это работа над новыми словами. Обязательно переведите для себя все эти слова. Как они переводятся, чтобы вы знали. После того, как вы выполните этот квиз, выполните упражнение номер 1, приступайте к грамматической теме. Тема нашего сегодняшнего урока грамматическая – это Present Passive. Пассивный залог в настоящее время. Утвердительные и отрицательные предложения. Что такое пассивный залог? Сейчас я вам объясню. Пассивный залог отличается от активного. Давайте с вами прочитаем вот это предложение как образец и переведем его. It is curved or painted on cave walls and rocks. Это выцарапано или нарисовано в пещере на стенах и камнях. То есть, здесь у нас форма, смотрите, глагол to be плюс третья форма глагола. Вот это формула образования Present Passive. Пассивного залога. Если сравнить его с активным залогом, используя вот глагол вот этот. Давайте с вами попробуем. Например. Например, в активном залоге предложение будет звучать так. I carve the picture on the wall. То есть, я выцарапываю там картину на стене. Или I paint the picture on the wall. Или я рисую картину на стене. А пассивный залог получается. Смотрите. It is curved or painted. Это нарисовано или это выцарапано. Вот разница между пассивным и активным залогом. Пассивный залог мы с вами учили как-то в одном предложении. Если, например, сказать, когда ты родился. I was born. А его сборн как раз таки это тоже форма пассивного залога. Только уже это прошедшее время. Я был рожден. То есть, когда кто-то совершает действие над кем-то. Вот это является пассивный залог. Итак, здесь вам необходимо смотреть в четвертом задании. Чтобы понять, что это такое, закрепить, дополните предложение, используйте квиз в помощь. То есть, тот квиз, который вы выполнили, смотрите внимательно и ищите, дополняйте эти предложения. Например, many expressions paintings are exhibited in a museum in Paris. Многие произведения экспрессионистов are exhibited, выставлены в музее в Париже и так далее. Здесь дальше прочитаете, самостоятельно все это дополните. Ну и последнее для тех, кто хочет получить сегодня пятерку. Это шестое задание. Вам необходимо будет применить эти правила на практике и выполнить это упражнение, составив предложение, используя Present Passive. Например, давайте первое вместе сделаем. This skiffian sculpture of an eagle. У вас дан глагол в скобку exgibit. Это выставлять на выставку куда-то. In the Natural History Museum. Ну и давайте с вами посмотрим. This skiffian sculpture. Это скифская скульптура of an eagle. Добавляем окончание иди, чтобы получить третью форму. И у нас получается предложение в пассивном залоге. In the Natural History Museum. Скифская скульптура орла выставлена в живом музее истории. Дальше. It made from gold. Она сделана из золота. It, третье лицо, is. И третья форма. Made from gold. It is made from gold. Она сделана из золота. Вот таким вот образом вы выполняете эти задания. Итак, сегодня до 19 часов я жду от вас ответы на квиз. Далее. Первое выполненное упражнение. Слова распределенные по колоночкам. Четвертое задание. И для тех, кто хочет получить сегодня пятерку. 9-10 баллов. Это шестое задание. Все. Good luck. Всем удачи. Жду ваших работ до 19.00.